Всем привет! Мы продолжаем играть в спор, и как вы помните, мы эволюционировали. Теперь мы находимся на этапе цивилизация. Наша основная задача сейчас это захватить пряности, то есть вот такие вот гейзеры. И чтобы это сделать, нам необходимо воспользоваться нашей крутой тачкой. Поехали к этим пряностям. Жалко, конечно, что я не могу вот этим автомобилем управлять. Так, производим захват. Ух ты ж, ничего себе! Ооо, вот это технологии! Слушайте, чем-то там пульнул, да, ничего не строя, просто вылезла база. Вот это огонь просто вообще. Так, обратите внимание, что захваченный источник пряностей теперь отмечен вашим цветом. Да, здорово. Это очень здорово, только я не вижу. Да, вот желтенький. Мы желтенькие. Предлагаю захватить еще парочку пряностей, чтобы у нас не было никаких проблем с ресурсами. Отдаляем камеру и смотрим, где у нас еще есть поблизости. А поблизости у нас есть вот здесь вот. Ну что ж, давайте съездим сюда. Как раз территорию расширим. И у нас где-то еще тоже сзади было. А, и вот, смотрите, здесь поближе. Ну вот, давайте захватим вот эти две точки, вот эту и вот эту. И пока на этом хватит. Я думаю, нам ресурсов и начнем модернизировать нашу базу и наши транспортные средства. Захват. Пряности захвачены. Территория расширена. Огонь. Теперь едем вот за этими пряностями. Знаете, у меня такое ощущение, что у меня в этом тракторе моем колхозном сидит не миньон, а какой-то китаец. Вот слушайте, что он говорит. Та красот, та куда? Ха-ха-ха. Ё-моё, там по-моему вообще какой-то китаёза. Захватили последнюю нашу пряность. Которую я хотел. Территория у нас теперь значительно больше стала. Возвращаем наш драндулет обратно на базу. Опачки. Блин. Это, кажется, мои союзники или мои враги. Они тоже эволюционировали до цивилизации. Ох, конкуренция, конкуренция растёт. Ещё одно племя перешло на новый этап развития и основало город. Вы можете воспользоваться моментом и захватить его или предложить соседям союз. Сейчас посмотрим на них. Враждебны они или нет? Здесь указаны сверхприёмы вашей цивилизации. Они станут доступны по мере захвата новых территорий. Что у нас тут за сверхспособности? Статическая бомба. Временно выводит из строя технику. А, ну понятно. Пока я ей пользоваться не хочу. Ну что ж, пойдёмте посмотрим на наших новоиспечённых, только что родившихся миньонов. Воу, 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 посмотрите. У них там какие-то пушки есть. Ничего себе. Новоиспечённые. А, у них даже база есть. А я-то базу, кстати, никакую ещё не построил. Надо бы мне тоже модернизировать свою базу. Но это потом. Поехали к ним. Направляем наш драндулет в гости. Основан город Кинг. Я так полагаю, что это мой город. Ну, или это оранжевый. Ну, слушайте, похоже на меня, конечно. А где мой драндулет? Он подъехал? Да, он подъехал. Ну что ж, давайте попробуем обратить этих товарищей в мою веру, чтобы они стали моими союзниками. Ну, по крайней мере, попробовать стоит. У нас есть три варианта. Это преподнести им дары. Это переговоры. И обращение в нашу веру. Хммм. Бу. Я даже не знаю. Ух ты, вы посмотрите. Это, походу, их драндулет доносится. Ну-ка поближе посмотрим, что он из себя представляет. Это какой-то роботизированный драндулет у них. Тоже подъехал к нам. Ладно, давайте попробуем обратить в нашу веру. О, бочки. Огромный миньон. Идет битва. Наша вера против их веры. Что ж, силь... Ой-ой-ой, как драндулет страдает, кажись. Да. Мне кажется, что их вера сильнее, чем моя. 26. Все. Здоровье драндулета грохнулось. Миньончики выпали. Мои миньончики... Эй, ребят, вы что, все, что ли? Спать легли? Это очень-очень нехорошо. Кстати, смотрите, мы немножечко их веру подвинули. То есть, если мы будем их прессинговать, то они вполне... Вполне нам подчинятся. Ладно, оставим их пока в покое. Начнем модернизацию нашей базы. Что мы здесь имеем? А имеем ратушу. Ратуша у нас построена. Вот эта вот башня. Ну, давайте башней поставим. Все-таки безопасность нам не навредит. Вот так вот. Три башни поставим в разные стороны. Также у нас есть возможность построить жилой дом. Создайте новый жилой дом. Это позволит увеличить численность населения и создавать больше техники. Дом это хорошо. Построим сейчас дом. Вот такой вот домик я для миньонов построил. Надеюсь, им понравится. Его поставим вот сюда. Развернем от ратуши в другую сторону. Ну, и в принципе, вроде бы неплохо. Давайте же его поставим. Огонь! Теперь численность у меня должна увеличиться. Посмотрим поближе на домик. Домик обычный. Кстати, вы посмотрите, какое любопытство вызвал этот дом у миньонов. Все миньоны начали ходить вокруг. О, 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 только что из домика вышла куча миньончиков. Кажется, в него уже кто-то заселился. Смотрите, рядом с домом у нас стоит колодец, чтобы они могли выйти, попить водички. И чуть-чуть у нас цветочков. Вот такая вот небольшая клумба, точнее их три штуки целых возле домика стоит. Так что у них есть чем заниматься. Опачки, какие-то трубы достали. Музыкальный концерт устроили, вы посмотрите. Нифига себе, а музыка такая зачетная, кстати. Вот тебе и амфотеатр. Вернемся к нашему редактору и посмотрим, что еще мы можем здесь построить. Развлекательный центр мы можем построить. Он позволит повысить благополучие горожан и помешает врагам обратить их в свою веру. Это нужная вещь, потому что враги у нас уже появились и нужно его построить. Только каким он будет у нас? Развлекательный центр у меня получился вот такой вот. Я его долго думал как построить и решил не заморачиваться и просто накидал всего-всего-всего, чтобы было очень весело, очень много света. В общем, ну как полагается, развлекательным центром. В общем, получился он вот такой. То есть вот это у нас центральная часть, то есть туда входят. А отсюда можно выйти. Это как запасной выход такой, в виде люка. Давайте развернем его все-таки центральной стороной. Вот сюда. Вы, кстати, посмотрите, сколько теперь у меня миньончиков. Население действительно возросло. Их стало довольно много. Давайте еще посмотрим, что мы можем построить. А построить мы можем новый завод. Это позволит увеличить доход, но отрицательно скажется на благополучие. Как бы завод-то тоже нужен, чтобы миньончики трудились, а не просто, знаете, жили как в раю. Но в то же время у меня просядет благополучие. Я даже не знаю. Но в принципе завод здесь нужен, чтобы получать доход. А дохода у меня пока прилично. Так что ладно, повременим с заводом. Давайте перейдем к нашей технике. Технику у нас разбомбили, поэтому нам нужно ее восстановить. Купим одну. Еще одну. Еще одну. Еще одну. Вот давайте четыре. Пока четыре нам хватит. Четверо таких вот драндулетов вполне могут победить наших тех красных соседей. Но это мы узнаем, когда поедем к ним. Также мы можем добавить декора в нашу деревню. Что у нас здесь есть? Смехозель. Ботаника без паники. Чудо-травень. Блин, названия просто шикарные. Ну, я не знаю. Давайте мы, наверное... Вот, смехозель посадим вот сюда. Ботаника без паники. Давайте вот сюда к дому ближе, чтобы паники никогда у них не было. Что у нас тут? Расцвет эйфории. Это возле развлекательного центра. Нет, это получилось прямо у входа. Вот так вот. Здесь у нас фонтан-болтан. Фонтан-болтан. Я думаю, что его вот сюда вот нужно поставить. Здесь как раз такое место прям для фонтанчика. Что есть еще? Светоч. Несусветный свет. Ну, это типа фонари, да? Ну, фонари давайте вот сюда. Сюда. Прямо вот так вот. Раскидаем по всей территории нашего города. В принципе, я думаю, пока хватит декора этого. Посмотрим, что еще у нас есть. Вау! У нас есть, ребят, возможность создать свой гимн. То есть, позаниматься созданием музыки. Что у нас здесь есть? Вначале нам надо создать ритм. Потом гимн сам. Ну, то есть, основная мелодия. И фоновые звуки. Итак, музыка вроде бы подстроилась друг к подружку. И получается вот так. Да, как-то не очень он звучит. Ну, что ж, давайте добавим фоновые звуки. Ммм, да. Ну, что ж. Давайте сохраним наше творение. Что получилось, то получилось. Значит, будет такой гимн. Что-то сильно заморачиваться я с ним не хочу. Гимн миньонов. Сохраняем. Фух. С гимном разобрались. Давайте теперь посмотрим, что у нас есть в снаряжении. Ух ты ж, вы посмотрите. У нас здесь есть вот такие вот какие-то каски. Хотя написано, что это шапка. Есть мордар. Это такая классическая шляпа, знаете. Если перо сюда еще нацепить, будет пират. Есть у нас цилиндр. Металловка. Ну, да. Похоже, похоже. Как у римлян. Знаете, были каски и наверху у них метелку еще прикрепили. И есть колпак. Как для волшебников. Короче, я решил убрать... Да. Миньончик расстроился. В общем, я решил убрать головные уборы вообще. Потому что миньоны, по сути, они всегда ходили лысыми. Смотрите, в масках у нас добавились вот такие вот. Маска забрала. Прям как для рыцарей. Но, как вы видите, у наших миньонов не универсальное лицо. Поэтому им ничего не подойдет. А вот нагрудники. Здесь появились такие современные решетчатый нагрудник и накидка. И, кстати, сенатор еще появился. Жалко, жилеток у нас нету. В общем, сейчас мы вот это все снимаем. Все тут вот боевую красоту, которая у нас была раньше. И ставим цивильный кожаный рюкзак на спину. Давайте посмотрим, что у нас есть в наплечниках. Адмиралские погоны. Ракушечник и захватчик. Что-то интересненькое. Давайте попробуем захват... Ой, нет, захват это вообще капец. А вот погоны, кстати, ничего так смотреться должны на миньонах. О, смотрите, как вам погончики. Вот, в общем, вот такая вот она штука это будет. Давайте дальше посмотрим. Аксессуары. Что у нас есть в аксессуарах? Есть шестеренка, отметины и дымовушка. Дымовушка-то зачем? На голову ее, что ли, ставить? Вроде бы мы как бы не механизм какой-то, да, не робот. Зачем она нам нужна? Так, а вот отметины, почему бы нет? Во, на голову. Как раз отметины на голову. О, сделаем здесь бесплатный Wi-Fi. Значок Wi-Fi у него будет на голове. Отлично. В разделе разное у нас есть железная шапка, болт, паричок. Ну-ка паричок на миньончика, если одеть. Ну, я не знаю как. У нас получилась какая-то проблешина. Наверху у нас получился миньон с лысиной. В общем, пускай он лучше будет вовсе лысый. Ну, медальон можно вот сюда куда-нибудь прицепить, да? Во. Шеи, конечно, у нас таковой нету. У нас как бы это сплошное тело огромное. Так что медальку чуть-чуть повыше повесим. Или просто ее приподнять может получится. Ну-ка. Во. Ну, вот так вот давайте сделаем. Прям из подбородка она будет висеть. И, конечно же, мы ее сейчас расширим. Вот такую сделаем прям. Ха-ха-ха. Прям здоровую такую. Огроменную медаль нам на шею. За воинские заслуги. Слушайте, мне кажется, надо перевесить нашего миньончика. Ну, пускай будет. За воинские заслуги. Офигенно. И, думаю, чего бы еще нам прибомбить нашему миньончику. Ну, давайте. Я не знаю. Вот такую шляпу ему. Она же называется как шляпа, да? Шляпа. Железная шляпа. О. Ха-ха-ха. Инопланетное чудо, блин. Все, пускай таким будет. Сейчас я только название поменяю. А, блин. Название не могу поменять. Ну, что ж, ладно. Дикий миньон так и остается Диким Миньоном. Все. Поехали отсюда. Да. Вы только посмотрите на миникарту. Пока мы там занимались строительством, тут уже красные основали свой второй город. Появились зеленые. Воу-воу-воу. Вы посмотрите, основан город Марини. Марини? Какой Марини? Вы что? В городе Дикий Миньон? Праздник. А что за праздник был? А праздник в честь того, что у нас повысился доход. Ну, наверное, это праздник для миньонов. Ну, что ж, берем наши четыре Драндулета и едем красным. Попытаемся их переубедить, то что наша религия такая же, как и у них, и нам стоит с ними дружить. Кстати, а где у них второй город? Воу-воу, а второй город это прям через море у них. Что-то они плачут прям тут. Ну, что ж, Драндулеты, поехали сюда. Попробуем еще разок. Надеюсь, четверых нам хватит. Может, вначале бомбу на них скинуть, а? Статическая бомба. Давайте попробуем бомбу. Еще ни разу ей не пользовался. Хотя, когда? Так. Что происходит? Воу! Нифига ж себе! Так, кажется, по нам открыли огонь. Мы сразу же начали вербовать вот этого робота, только зачем? Воу-воу-воу-воу, вы посмотрите на нас, как стреляют-то. Смотрите-ка, мы пока пытаемся религиозно решить вопрос, а они в нас сразу ракетами начинают бомбить. Религия не настолько мощна, как оружие. Все-таки мне в комментах писали, что вот оружие, это вообще огонь. Качай больше нейтральную сторону или враждебную, тогда ты всех тут уделаешь. Ну что ж, я пошел мирным путем, поэтому мне придется помучиться. Возвращаемся к нашей технике и давайте еще сделаем парочку. Короче, на все бабки гуляем. Поехали. Воу! У нас минус еще один дродулет. Остался один, но тут подъехали к нему на подмогу. Давайте, чуваки, добивайте вон то. Корыто плавающее. Что-то здесь еще подлетает, вы посмотрите. А, это... А, это другие чуваки, и они тоже религиозные. Вы посмотрите, какие у них плавательные аппараты. Во, вы с этой стороны. Че происходит? Че происходит, ребята? Блин. Давайте, давайте, быстрее. Со всех сторон. Кстати, эти чуваки очень похожи на меня. Чуть-чуть осталось, буквально чуть-чуть. Ну же, ну же, ну же. Давай, религия. Они сейчас, смотрите, как они готовят. Бух ты ж, нифига себе, неужели получилось? Здорово, братья. Давайте же жить в мире. Помахали флагом. Есть. Теперь это наши друзья. Мы теперь одной религии. Вы обратили в военный город свою веру. Данная специализация позволит вам создавать военную технику, чтобы захватить другие поселения. Выберите специализацию. Ну, наконец-то у нас появится нормальная военная техника. Огонь. Ну что, наверное, я думаю, что религия... Это, конечно, хорошо. Но вот военное дело, без него в некоторых спорах бывает сложновато. Так что военное дело выбираем. Возвращаем всю нашу технику домой. Кстати, когда мы завоевали тот город, у нас открылась новая способность. Называется она Вежливый посол. Позволяет мгновенно улучшить отношения с выбранной страной. Это очень круто. Это намного облегчит наши задачи по захвату.